Алоха, с вами Спортплей, и мы идём в последний уровень в компании Зачемного Рыцаря. Будет сражение с финальным боссом. Что, мне снова придётся здесь по невидимым платформам прыгать? Так, серия Берсерка. Так, серия Берсерка. По платформам уходить, ну ладно. Это не очень удобно. Перед битвой с финальным боссом вам ещё по платформам надо идти, а пока легко. Так, пока. Так, 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 я уже не помню, как здесь. Что, будем заряжены, дружок, наготовить и жесть. Так, половину где-то прошли. Раз у нас тут сверху свечки. Если я, конечно, не забыл, всё. Хе-хе. Специально не тороплюсь, потому что я не помню. Не помню, не помню, но вроде как. А ну или вот эта половина. А вот даже меньше пришлось, вроде как, прыгать. Ну и ладно. Чумной рыцарь, итак, твоя идиотская миссия близится к завершению. Хе-хе. Ты знаешь, что мне нужно, чародейка? И насколько это важно? Не говори мне о важности. Твоя миссия ерунда. Тебе никогда не стать сильнее. Значит, ты пришёл украсть мою сущность, чтобы править миром, как вздумается? Сущность крайне важна для меня, но тебе мой слуга. Но тебя, мой слуга, пора поставить на место. Моё место рядом с Моной, и ты мне не помешаешь. Если ты твёрдо решил вызвать смерть на танец, тогда я поведу. Ну что, поведи, давай. ХП, хп, моё хп. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, мне так КП не хватит, тупо. Субтитры сделал DimaTorzok Хопа, хопа. Надо как-то её зажать, так. Кистоников плохо напрыгнуть. Зажать и... Закидать бомбами. Так, вали, ладно. Пока неплохо начал, но вот... Тупайс тоже проблемы составляет, хотя... Не сказал бы, что... За этого рыцаря... За Чемного мне это сильно проблемы составляет на этом боссе сейчас. Тупой босс. Тупой босс. Тупой босс. Не составляет проблем, но все равно начал падать в расщелины Но неплохо шел Уже вполне неплохо иду За столько попыток уже половину быстренько снес Продолжение следует... Продолжение следует... Ладно. Еще проблема составляет, что я своим оружием тоже разрушаю платформы. Как будто разрушаясь, а попал. Оп-оп-оп. Такс. И смерти не хватает. Конечно. За лопатного рыцаря. Вампирка хорошо, но вампирка это не бессмертие. Все же. Добавил сау. Да. Ах, КП не хватило. Фух, у босса 2 хп осталось. Самая сложная битва в игре. Это первая форма чародейки. По крайней мере для меня. Все из-за платформ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ох, закидал. Достаточно быстро справился. Все попытки вы видели на этом видео. Убив тебя, я потрачу много энергии. И неразумно терять сильного алхимика. Ты мне еще пригодишься, чем мой рыцарь. Бери, что хочешь, варить свое зелье. Но ты никогда не получишь желаемого. Вторая форма будет. Где же лопатный рыцарь, если действие идет параллельно? Хм... Как-то не вяжутся. Странно, странно это, конечно. Если вы знаете таймлайн двух компаний из-за лопатного рыцаря и из-за чумного, напишите в комментариях под этим видео. А нет, остановите бой. Чумной рыцарь, смотри, кого я привел. Чумной рыцарь, опомнись. Не нужно этого делать. Мона, ты не понимаешь. Раньше я был слишком слаб. Но теперь я докажу, что достаточно хорош. Черный рыцарь все мне рассказал. Тебе не нужно зелье, чтобы очаровать меня. Я уже очарована. Что? Я? Слишком поздно. Я уже победил чародейку и начал последнюю дистилляцию. Я опоздал. Пойду за ней. Вы двое. Ничего не трогайте, пока я не вернусь. Откуда исходит эта сила? Этого не было в наших расчетах. Сущности реагируют непредсказуемо. Берегись. Оу. Наш двойник. Конечно, как же без финальной формы последнего босса. И это оказался наш двойник. Ну, неплохо. Хотя, конечно, двойником боссом в играх не удивишь уже давно. В играх разных жанров это встречается. И платформерам, и платформерам. Продолжение следует. До свидания. Послушайте. Это лёгкий босс, в общем-то, как и вторая форма чародейки в компании Залопатного Рыцаря. Так, может быть это не конец. Да ладно, третья форма. О, ну ладно, окей, я не против. Главное, чтобы мы начинали, если что, с этой формы. Да куда мне босса-то атаковать? Ааааа! На тебя атаковать. Так, может завязать тоники, но я не понимаю, куда мне босса атаковать. Мне бы перебраться. Да, вот так. Надо разобраться. Как его атаковать, потому что... Мне же надо его как-то победить. Ох, тяжело. Зачем игра-то так со мной? А мне оставляют два тоника после смерти. Ладно, я тоже как в Капхенде определись, куда его атаковать что ли? Ворот, когда он открывает? Нет! Я пытаюсь остаться. Я говорю о이었던 выбор, мы разбраться. ' Ладно, если тоненькие мне будут возвращать, тогда можно их и юзать. Так, вот в эту розовую колбу или что это внизу. Это некая кругленькая большая колба. Но теперь босса можно набить, его как бы отстанем, можно так сказать. Попрыгает, попрыгает, хватит прыгать. Вау, что-то новенькое. Наверняка. Наверняка. Но сейчас мы проиграем, хп нет. Вот это его новое движение, когда он разделяет с миндерса. Он меня загоняет в угол. Попрыгает. 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 Окей. В этой всё очень плохо. Только пока... 1 хп шепч, ему снес косово. Так, мол, можно уничтожать. Ладно. А то он меня в угол зажимает же. Это мне удобно. Как никак не спрятаться нормально от босса? А то он меня в угол зажимает. У меня уже нет тоников. Кп чуть-чуть не хватает. Было бы больше тоников, я бы сейчас уже победил. Ну хотя бы мы поняли. Тартику против босса. 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 Продолжение следует... 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 Все радуются, что замок Чародейки пропал. А где же Большой Бум? Я не увидел пока Большого Бума. Герой посвящен в Рыцаре. Ха-ха-ха, лол, нас посвятили в Рыцаре. Все же нас сторонились. Танцы всю ночь напролет. Круто, Рыблак. Двор Кровопийца, Призрачный Рыцарь. Обнаружил пропажу Амулета. Железный Кит, Алочный Рыцарь. Грабитель ограблен. Ну, а Рыбку ему подкинули. Ха-ха-ха. Взрываторий? Чумной Рыцарь. Это наш Заба. Под новым руководством. Наш ученик, что ли? Ха-ха-ха. Затерянный Город Подземный Рыцарь. Под руководством нашего ученика похоже. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Кооперативное клонирование. Блуждающие путешественники. Лопатный Рыцарь. Ну, это Лопатный Рыцарь. Ха-ха-ха. Битва продолжается. А, это... Вот наши путешественники и Лопатный Рыцарь. Часовая башня. Инженерный Рыцарь. Лопатный Рыцарь. Настраивает лифты. Заброшенный корабль. Полярный Рыцарь. На бэкграунде Северное Сияние. Неплохо как нарисовано. В 8-битной стилистике. Воссоединение. Ну, рядом сидит Черный Рыцарь. Летучая машина. Летучий Рыцарь. Официант. Ха-ха-ха. Забавная концовка. В этой компании тоже, как и в компании за Лопатного Рыцаря. Вы вернулись. Живые. Чудесно. Полагаю, это взрыв в ваших рук дело. Ага. Эта старая башня давно всем надоела. Потрясающе. В меня сегодня не швыряли камнями. Кажется, жители города действительно благодарны. Слушай, Чумной Рыцарь. Знаю, ты сварил зелье и все взорвал. Чтобы произвести впечатление на меня. Это очень лестно, правда? Но я должна тебе признаться. Ты не в моем вкусе. Извини. Видишь ли, я влюбилась в настоящего мужчину. Оу. Ребята, ребята. Горожане собрались в фитобаре и хотят всех нас угостить. Ай да. Отличная идея. Но мы присоединимся к вам позже. Нас ждет наука. Мона. Приступим, Чумной Рыцарь. Кто знает, что еще у нас получится. Подвиг совершен. Победа. То, что мы прошли кампанию за Чумного Рыцаря. Что я могу сказать? Здорово. Да, уровни в принципе те же самые, что и в кампании за Лопатного Рыцаря и босса. Кроме последнего. И кроме тех случаев, что мы сражались против Лопатного Рыцаря. Но мы же не можем сражаться сами против себя, если мы играем за Чумного. Поэтому заменили на Лопатного. Неплохо. Несмотря на то, что уровни все те же самые. Хоть и говорится в описании к игре в стиме, что в этой кампании новые уровни и тому подобное нет. Некоторые места может быть на уровнях. Необязательные комнаты немножечко другие. И то не все. Но некоторые вроде как да. А так в принципе все то же самое по уровням. Но механика героя другая. И это меняет ощущение. Действительно от игры. Очень неплохо. Особенно с учетом того, что вы можете купить пак этой игры. И она будет в себя включать уже три существующие кампании. Две из которых мы прошли. И в 2018 году должна будет добавиться еще четвертая кампания. А потом возможно и пятая и так далее, чтобы мы поиграли за всех рыцарей. Вполне неплохо. Шутки тоже остаются. Да, диалогов вроде как было поменьше. Потому что у нас нет доступа в город. Но у нас был доступ в наше убежище. В котором тоже были очень забавные диалоги. И сюжет тоже забавный и неплох. Так что... Кампания отличная. Она стоит внимания. Не стоит ее пропускать. Поэтому на очереди у нас третья кампания. И когда-нибудь мы за нее сядем. И пройдем возможно не сейчас, а когда-нибудь попозже. Но я думаю обязательно пройдем. Если там не будет слишком сложная механика персонажа. Вот текущий рекорд прохождения игры на скорость за 39 минут и 20 секунд. Но здесь ничего такого необычного нет. Если человек настолько... Много в игру поиграл. Все изучил в уровне. Как быстро проходить. Механику и боссов. В принципе это вполне реально. Поэтому не стоит удивляться. Когда в той или иной игре есть какие-нибудь спидранеры. Которые ставят мировой рекорд. Это вполне реально. Может вы не побьете его рекорд. Или не пройдете на такое же время как он. Но... За очень короткое время игру вполне можно пройти. Ну естественно я уверен. Что этот человек проходил. На этот рекорд ее не с первого раза. А сперва он прошел ее пару раз. Так изучил все. Освоил механику. Может быть потренировался спидранить. А потом уже поставил мировой рекорд. Собрано предметом 61%. Ну это считается ноты я так понимаю. Монеты. Артефакты. Брони. Ну вот брони я покупал только одну. Все остальные можно и не использовать. Так же как в компании за лопатного рыцаря. Можно использовать. Но игра проходится и без них. О. Они танцуют наконец-то. Ха-ха. Ахахx. Нудки. Ой. Ахахx. Ахаххх…. И отличная компания, любите платформеры. Эта игра вам понравится. Хм, они, наверное, так и будут бесконечно танцевать, попробуем нажать что-нибудь. Ну да, уже ничего нету. Ага, доступна новая игра плюс, впереди новый квест, выберите совершенный профиль Чемного Рыцаря, чтобы начать. Открытый режим испытания, готовьте зелье для новых испытаний Чемного Рыцаря. Наслаждайтесь мелодиями из Тени Чумы. Компания Чемного Рыцаря так называется. В принципе, все то же самое, что и в компании за Лопатного Рыцаря. Мы открыли новую игру плюс, мы открыли испытания, мы открыли музыку. В очереди у нас следующая компания, но, как я уже говорил и повторю, возможно, мы сняем за нее не сейчас, а попозже. Но я думаю, обязательно пройдем. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, пишите ваши комментарии на любую тему по игре, может, и не только по этой игре, а также пишите комментарии, если знаете, какой таймлайн этой компании и компании за Лопатного Рыцаря. Потому что я не совсем понял, как они идут. Иногда мне казалось, что эта компания за Чумного Рыцаря идет до компании за Лопатного Рыцаря, иногда мне казалось, что они идут параллельно. А теперь я даже и не знаю. После того, как прошло эту компанию, поэтому, если вы знаете, напишите об этом тоже в комментариях. А с вами был Свордплейн. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok